Мы находимся в детстве согласно предназначениях, но у нас все эти вопросы будут есть. У нас будет муж или жена, подголовник. У нас будет обеспечение, которое по нашему уровню, по уровню нашей богачественной дежурности. У нас будет удовольствие, у нас будет то здоровье, которое нам дано. Мы должны его сразу потерять. У нас все будет, что нам нужно. У нас конспандр, это тело, это непонятная задача. Теперь, как технически, это мы все поняли, да? Теперь, как технически мы должны это наполнять в паре, в семье? Когда я одна, я сказала, да, и действует согласно членам этой способности, я это все наполняю, развиваю, развиваю, безусловно, любовь, кормлю птичек, заботчусь о других людях, проявляю милосердие, интеграция, окей? Безусловно, любовь. Теперь, когда я нахожусь в паре, очень важный момент, поскольку мы, когда я один, я ж, я н, когда я соединяюсь, наши энергии должны усилиться, во многократно усилиться. Он не увеличивается. Здесь я хочу, чтобы вы понимали, как это все взаимосвязано. Очень важный момент. Итак, вы знали, активная чакля, первая, все нечерные, это мужские, все черные, это женские. И теперь, как она взаимодействует, очень важный момент. Итак, это вообще большая тема, но вкратце, чтобы вы просто прочувствовали, как она работает. Значит, мужчина. Когда не хватает, мужчина хочет секса, жена говорит, не хочу секса. Как вы думаете, почему жена не может хотеть? Раньше было нормально, когда не хватает. Я ничего, да, там я без энергии. Устала. Сейчас мужчина не такая. Вот встречались, было нормально, были, любовные отношения, все было, да, и теряемые. Потом какое-то время наступило, и уже этого нет. Как вы думаете, почему? Ну, тут два варианта. Физическое. Приел, грубо говоря, приел. Пресвещение. А второе, уже начинаешь не содержать партнера. Что ты чувствуешь? То есть, не соединяешься с ним. Не чувствуешь. Обиды какие-то бывают. Обиды. Приходится прийти с собой работать. Копалкой брать, и копать. Детская копалочка. Дети подрастают, денег нет. Понимаешь, что тут надо стипендию, одеться надо, нечего, да. То есть, когда мы начинаем, когда мы нарушаем свои, когда мы не выполняем свои функции по типу мужскому, женскому и мужскому обеспечению в семье. Мужчина, мужскому и мужскому типу обеспечения. Мы помним, что все чакры, каждый проявляет и женщина, и мужчина. Но только по-женски и по-мужски. Соответственно, если я женщина, я тоже даю защиту. Верно? Да. Как женщина дает защиту? Энергетически дает защиту. Абсолютно верно. Энергетически. Создание уюта, шаманства, ведунья, колдунья, обереги. Пищу готовят с любовью. Доми наводят уют. Мантрочки читают. Благоводненно куривают помещения. Колокольчиками звенит водичкой, как Мерслава. Это все защита. Это женская защита. Мужчина защищает наружу. Где-то. А отсюда защищает, чтобы никто не пришел. Физическая защита. Кружескому типу. И очень важно помнить, что я это делаю защиту. Все энергии проявляют согласно своего тела, ума и души. Это правило всегда. Взяв, к нему, и защищается. Тело, ум и душа. Что вы не делаете? Какими энергиями мы не развивали. Мы делаем и действуем согласно тела, ума и души. Защиту даю? Даю. Какое мое тело? Женское. Какая моя карма? Ага. Я, у меня бабушка была целительницей. Я читаю мантры. Я делаю обереги. Я молюсь. Я еще целительница. У меня и дар целительницы. Да? Которая помекармит. Я семью свою истилляю. Муж такой. Ага. Я кшатрик. Я воин. Я ставлю крепости. Нанимаю солдатов. Я защищаю. Помагаю. Все как положено. Мы спортом занимаемся. Глада подъем. Встали. Три часа. Побежали. Отжались. И так далее. Это моя карту. По своему классу. Мужой вопрос, пожалуйста. А если мужчина духовный, настолько, что он был мантрами, мантрами, практикой своей, защищает ли он этим? Он не воин точно? Есть защита, конечно. Но опять же, все по мужскому типу. И мужской и женский. Мужчина тоже может защищать мантрами. Пожалуйста. Есть такая штука. Он знает дьяги. Он знает разные традиции. Почему же нет? Но опять же, мужской и женский. Мужской и женский тип. Мужчина всегда научит свою женскую. Мужскую. Мужскую. 70, 80, 32. Происходит дисбаланс. Дисбаланс. В этих основах. Что так? Происходит дисбаланс. В этих основах. И так, возвращаясь к вопросу. Почему женщина не хочет секса? Да? И так вот. Допустим, женщина примет один из примеров. Почему женщина не хочет секса? Мужчина. Причина следственная связь. Помните ли о том, чтобы активная энергия в женщине? Сердечная, пустая. И вторая. Для того, чтобы вся цепочка соединила. Чтобы энергия поднималась. Чтобы вот эта энергия. У женщины тоже есть первая часть. Но она международная полупустая, скажем, да? И наполненная. Представляете, шарик. Наполненная. Так? Она сможет находиться. Эта энергия не активная, допустим. Но она в красивую состояние. Для того, чтобы она активировалась. А питание идет отсюда. Ну, бабушка земля, кстати, да? Все тут и начинается. Для того, чтобы тот пошел сюда, чтобы он здесь активировался. Нужно здесь наполнить. Да? То есть мужчина должен наклонить женщину, правильно? Взять ли? Мужчина должен дать защиту. Да. Ну, она сама должна быть защищена, да? По-своему женскому. Но раз ей не хватает. А если мужчина не дает? Ну, в этом проходит его задача. Итак, мы сейчас говорим, как должно быть. Окей? Итак, мужчина, значит, мужик сразу же говорит. А что я делаю для того, чтобы мноя чиночка ничевала себя захрещенную? То есть, когда женщина, если женщина, первые три чакры, база, ребята, очень важный момент. Если я не защищен, как я могу думать о каких-то сексуальных чувствах? Вы даже знаете, что во время... Вы даже знаете, когда войны происходят, кинозаметрясения, детей нет. Детей никто не рожает. Природа так устроена. Дети рождаются после того, если вы заметили, военный период, после войны период. Когда есть защищенность. Мир. О, дети после военного времени. Знаете, да? Вы берете, например, за бэйби-бума. Сплеск. Мы должны быть защищены. Мужчины, если девочка наша защищена, мы не получим этого полноценного. И какой-то нигде секс, или она ведь пришла домой, она думает, где деньги заработать, чем детей накормить, куда пойти учиться тогда бы. У нее мысли этим заняты. Тем более, она многоканальная. Она не может быть здесь. Нам проще. Мы, например, сними шинель, одень шинель. Включили, выключили. Но чтобы это сделать, включили, выключили, что жена должна быть наполнена. Она не переключит. Если жена меня не переключит, я прихожу домой, там, в положение войны, я тоже самый буду не наполненный, не защищенный, не дам все, что он уже должен дать. Итак. Можно вопрос? Синь его как раз пройдет. А если мужчина чувствует, что он устал, и говорит, блин, да я вам что-нибудь, там, ну, не банкомат, он не может, у него сейчас нет сил. Вы сейчас говорите про дейти, сейчас про финансы? Ну, вообще, вот, у мужчины происходит состояние депрессии, или что? Смотрите, мама, я расскажу, как она все выше посмотрит. У нас сколько? 3,20? Да, 3,20. Итак, для того, чтобы мне моя жена отдавала чувство и удовольствие, я должен дать ей защиту. Помните, да, вот, схема такая, чтобы вот эти все центры соединяются последовательно, снизу вверх идет. У меня должны быть, все центры должны быть наполнены. Я девочка. Да мы все поняли, просто решили отца. Да не перебивайся, вам же рассказывают. Понял, слушай внимательно, я знаю, что вы уже понимаете с полу слова, но не все. Я по-разному. Окей? Итак, мы наполняем этот центр. Мужчина, мы должны здесь находиться. Когда мы здесь наполнены, тогда идет соединение первого-второго шарика. Пункт, это включается. Да? Это включается, женщина что? Отдает мужчине свой направленный цикл. Мужчина наполнится, мужчина наполнится, если мы нарисуем еще те же самые чакры. Мужчина наполнил свою чакру, которая у него была, вторая, которая была у него. Пуста, он получил удовольствие. Что он после этого делает? Дерапут. Это же у него церковь. Это у него наполнена первая чакра. Это была пустая. Третья у него. Ну, она только для него, да. А это была пустая. Соответственно, у него не было потока соединеносий, да? Энергия у него не была полноценная. У него было то, что по дефолту покарнил его давно, там по благочестию, окей? Не хватало вот этого пазлика. Девочка дала ему этот пазлик. Чувство. Цепочка соединилась. Энергия с первой чакры, усиленная второй, и его третья, уже три энергии, превращается в денежку, финансы, обеспечения. Пекается? То есть, если я что-то вырвал, здесь нету, то все равно будет, он будет работать, но на своем, то, что я не могу. Было, когда он был холостяком, скажем так. Но этого не хватает, потому что, чтобы усилить его энергию, нужно заценить эти все эти энергии. И эту энергию сменяет женщина своей чувствной энергии. Второй чакр. Я скажу по примеру, своему личному, что самый больший доход, который я имел в финансах, в Америке, это было тогда, когда у нас был самый лучший секс. Но не только секс, имеется в виду. Твердая и вторая чакра. Ну и все с вами. Не только секс? Вы же видели там все научно. Вы же не обязательно только сексом наполняете эту чакру. Не, ну а вообще? Что? Не только сексом наполняется вторая чакра. Вы сказали, удовольствие, от всего 5 чувств, плюс ваше состояние и духовность, конечно же. Все 7, 5, 2. Не ограничивать себя только сексом, Нет, конечно же. 5 чувств, 5, плюс 2, еще выше вариант. Итак, это понятно. Итак, дальше. я наполнила мужчину второй чакрой энергии. Мужчина активируется третьей чакрой, наполняется еще больше. Он использует все три энергии, он приносит домой денежку, во сколько раз больше, сколько я ему зарегиала. Но мужчина для того, чтобы я стал успешен здесь, чтобы мне хотелось, да? Когда классно, когда ты шел, благодарность, все, что хочется. Просто летишь. Да, чтобы поработать. Все, что хочешь. То есть, ты герой, ты вообще такой, стыдно мой, мои бедни, мммм. Я говорю, что это классно. Герой, а вспомните, школьные годы, когда мальчик влюблялся, картиночка своим правильным поведением, стимулил его, да? А чего вот, я тут герой, потому что, я тут красиво стихи пишу. Маша говорит, для тебя все делает. Ну, как бы, он не говорит, Маша, смотри, какой я молодец, а пятерку получил. Потом раз, пошел, где-то на фантике отменял, купил ей какую-то конфету. На, эта чакра, да? Она шел похвалю, говорит, молодец, курганский слух, и не повладел. Слушай, мне надо подарок, дай ей подарок, у нее открывается сердечная чакра, ее сердечная чакра, открывается, ее сердечная чакра, она дает ему сердечный наполнение. Стихи начинает писать, поднимается душа. Стихи пишет. Здравствуйте, Маша, дорогая, я тебя люблю. Тарада. Все это связано. Все это снизу, чтобы поднять изверху. И с каждым новым открытием энергия усиливается. В долине поднимается, доходит до корневого чака, до коруны чака. Вуаля, и мы используем все это с энергией. Подсказка. Если вы в отношении, только начинайте отношения. Начинайте отношения. И первое, помятую, что, когда, как правило, самые первые сильные это рожденные качества, продвление рога. Очень сильная энергия сексуальная. И вот, пока вот это держится, это же не вечно будет, на таком уровне, да, будет трансформироваться. Пока сигнают эти влюбленность энергии в сексуальные чакры, рожденные, и это тоже первая чакра. Мне нравится, хотел так далее. Используйте, поднимайте энергию выше. Говорите о сердечных делах. Делайте вместе какие-то прекрасные поступки, безусловно, развивающие любовь. Разговаривайте, общайтесь. Фантазируйте, планируйте совместную деятельность вашей планы, куда вы идете, что вы будете делать. Когда вот эта, вот эта отзывник, она, она не поздно теряет свою силу, да? Кстати, магнитики такие, лежащие. Друг друга, да? Должно быть минимум три. Самый-самый минимум. Пока вот эти нижние, держится с чакрой, развивайте вот эти верхние магнитики, чтобы они разряжали. Когда здесь отладают, чтобы здесь держалось, потому что это вечное. Вспомните бабушку и дедушку встаненького, который держался за ручку, некрасивые, дряхненькие. Первый, как внец, второй тоже ничего, финансы тоже ненормальны, но они любят друг друга и вместе. Что держит? Дайте энергии. Там уже ничего не надо. Окей? Понятно, Дед? Да. Очень надеюсь, что вы сможете использовать самые шлипкие такого процесса, когда каждый должен поделиться своим опытом, чтобы все услышали временные рамки. Я надеюсь, это спросило зерно ваше подумать о том, где вы находитесь и что вы делаете. Такая дипа. Да. По угламу, Игорь? Да. Спасибо, Игорь.